Здравствуйте! Меня зовут Мария Котова, я куратор выставки «Квартирный вопрос», которая открылась в музее Булгакова. И сегодня я для вас проведу небольшую онлайн-экскурсию. Расскажу вам о самых интересных, на мой взгляд, экспонатах выставки и о сюжетах, которые мы хотели на этой выставке показать. Начинается всё вот с этого пространства. Здесь цитаты из ранних филетонов Булгакова, посвящённых «Квартирному вопросу». Булгаков приехал в Москву осенью 1921 года. К сожалению, он сам говорил, что он не помнит точно, когда он приехал. Скорее всего, это были последние числа сентября. И ему нужно было где-то в Москве жить. Приехал он только с одним чемоданчиком. Может быть, отчасти похожим на этот чемоданчик. И Булгакову пришлось искать срочно себе жильё в Москве. Несколько дней он ночевал у своих друзей, несколько дней у своих родственников. И вот здесь небольшая композиция с цитатой из рассказа Булгакова, где он пишет, я думаю, практически очень близко к тому, что с ним действительно происходило. У меня было пять знакомых семейств в Москве. Два раза я спал на кушетке в передней, два раза на стульях, один раз на газовой плите. Я думаю, что так оно примерно и было. Здесь мы сделали небольшую инсталляцию всяких досок, звонков и проволоки. Естественно, с примусом, куда же без него в музее Булгакова. И по мысли художников, эта инсталляция воплощала собой как раз такой очень неустроенный хаотичный быт. Сломанный старый быт, ещё не налаженный новый. И Булгакову пришлось жить вот в таких условиях. Дальше мы с вами проходим в тёмный-тёмный коридор, очень маленький. И здесь я хотела вам рассказать о трёх экспонатах. Вот они. Почему этот коридор такой тёмный и такой узкий? Это практически воплощение рассказа Булгакова, где он описывает, как он пришёл в гости к своим друзьям. И дальше, в частности, он говорит. Вот у нас цитата. В средней картонке сидел приятель на кровати, рядом с приятелем его жена, а рядом с женой брат приятеля. И означенный брат, не вставая с постели, а лишь протянув руку, на противоположной стене углём рисовал портрет жены. Жена читала Тарзана. Вот у нас есть кровать, на которой сидел брат приятеля. Вот у нас есть книжка «Тарзан». Это издание 1923 года. И ещё здесь есть газета «Гудок». Начнём с вами с Тарзана. Почему Булгаков упоминает Тарзана? Почему жена читает не самого Булгакова, например, а именно Тарзана? Дело в том, что после революции в начале 20-х годов литературный рынок России рухнул. Потому что старая литература, дворянская, уже никого не интересовала из новых читателей советской России. А новой литературы ещё не было. И в этой ситуации, очень сложной для русской литературы, хлынула масса переводов. И Тарзан был одним из самых популярных изданий того времени. Например, эта книжка, видно, какая она старая, с очень тонкими страницами на очень плохой бумаге. Потому что, конечно, предполагалось, что вы эту книжку прочитаете и потом выбросите. Это не то, что классика, которую вы будете хранить дома и держать дома долго. Газета «Гудок» — редкий экземпляр. Мы очень рады, что она есть в нашем собрании музейном. Это газета, в которой напечатан фильетон Михаила Булгакова. Вот здесь его можно видеть. Ряд изумительных проектов. Маленький Вильетон собрал М.Б. Есть очень большие основания предполагать, что это Михаил Булгаков. Вот здесь ещё ниже есть членский билет Булгакова, который сообщает нам, что Булгаков в феврале 1923 года был литературным обработчиком газеты «Гудок». И литературный обработчик — это как раз тот самый человек, который читал письма рабочих корреспондентов из самых разных уголков страны. И потом эти безграмотные, ужасные письма и корреспонденции переписывал так, чтобы получался весёлый, смешной и остроумный фильетон. Вот как у Булгакова. И надо сказать, что с одной стороны Булгаков вынужден был работать, потому что ему нужны были деньги. И за каждый фильетон он получал 25 рублей. Это были, в общем, деньги, которые позволяли ему хоть как-то выживать. Но, с другой стороны, работу он эту ненавидел, потому что вместо того, чтобы писать рассказы и фильетона на интересующие его темы, важные для него темы, ему приходилось описывать, как плохо жили железнодорожные рабочие, какие были нарушения, бюрократия и разные другие проблемы на железной дороге в Советской России. Но, тем не менее, Булгаков проработал здесь аж до 1926 года. Когда он смог наконец-то на свои первые гонорары уйти с работы в гудке и заниматься только тем, что ему по-настоящему нравится, литературным трудом. Мы с вами переходим дальше, в следующую комнату. Она большая, относительно светлая, просторная. И здесь мы не случайно решили сделать ее такой. Булгаков, побывавший в гостях у своего приятеля в этой черной картонке, похожей на шляпную коробку и похожей одновременно на пенал, вспоминал, что когда он пришел в свою квартиру номер 50, где мы с вами находимся, в свою комнату, в коммунальной квартире, где жили кроме него еще 16 человек, он неожиданно понял вдруг, что его квартира – это на самом деле рай, дворец. Потому что на фоне вот этой узкой, темной, похожей на пенал комнаты, где жил его приятель, комната в старом доходном доме начала века, построенном фабричным магнатом Пегитом, была просто сокровищем. И Булгаков совсем по-другому посмотрел на свою коммунальную квартиру. Но, тем не менее, тут были тоже, разумеется, свои сложности. Если вы живете с 16 соседями, и эти соседи не выбирали вас, а вы не выбирали их, то, конечно, будет много сложностей. И самой большой сложностью для Булгакова, кроме постоянного шума и скандалов, это был алкоголизм. Поскольку в квартире жили в основном рабочие, то пили очень много, очень тяжело и, в общем, беспробудно. Многие фельгетоны Булгакова посвящены именно этой теме. Например, вот этот фельгетон. По-моему, один из самых известных фельгетонов Булгакова начала 20-х годов, он называется «Самогонное озеро». Чем он интересен? Во-первых, здесь описываются настоящие соседи Булгакова фактически под своими собственными именами. Булгаков, когда только начинал свой литературный путь, прошел очень хорошую школу очерков и фельгетонов. Он писал фельгетоны на темы, которые видел вокруг себя. И почти все его соседи, которые страшно ему досаждали, стали героями его фельгетонов. Вы видите, что эта газета совсем другая, чем «Гудок», в которой работал Булгаков. Во-первых, здесь есть стихотворение Осипа Мандельштама. Мое любимое стихотворение из тех, которые Мандельштам написал, «Ветер нам утешение принес». Необычное соседство и необычное, что Мандельштама печатали в начале 20-х годов. И объяснение этому очень простое. Это была газета, которая издавалась на советские деньги в Берлине. И главной задачей этой газеты было убедить иммигрантов берлинских в первую очередь, что в Советской России нет никакой цензуры, что в Советской России свобода слова. И иммигранты могут возвращаться спокойно в Россию, здесь нет ничего опасного. И чтобы убедить в этом тех, кто успел уехать из России, была основана газета, которая называлась «Накануне». И Булгаков очень быстро стал там любимым автором. Редактировал газету Алексей Толстой. И он довольно быстро понял, почувствовал, что Булгаков – это большой талант. И просил своих редакторов, шлите побольше Булгакова. Булгаков появлялся практически в каждом номере. И в отличие от газеты «Гудок», здесь Булгаков печатал то, что он хотел. Его настоящие произведения, которые он писал не ради денег, а потому что он хотел их написать. Но здесь был и свой минус, потому что газета была советской пропагандой. Булгаков прекрасно понимал, что репутация у этой газеты не очень хорошая, прямо скажем. Но также понимал, что нигде больше его не напечатают, кроме этой газеты. И поэтому он пошел на этот компромисс, чтобы иметь возможность опубликовать свои рассказы. Этот рассказ стал одним из любимых у читателей накануне, где кроме Булгакова еще публиковались и Мандельштама. Анна Ахматова, Михаил Зоченко, Валентин Катаев. Евгений Петров тут напечатал первый рассказ. И после этого стал писателем, познакомился с Ильей Ильфом и написал роман вместе с Евгением Петровым «Двенадцать стульев». В общем, эта газета сыграла очень большую роль в жизни Булгакова. Надо сказать, что Алексей Толстой, который так полюбил Булгакова и так хотел его печатать на страницах своей газеты, жил в это время в Берлине. И 30 мая 1923 года он вернулся с триумфом в Москву. Было большое событие. Главный иммигрант возвращается в Советскую Россию, признает Советскую Россию и готов в ней остаться, чтобы дальше работать. И вечер в честь приезда Алексея Толстого был устроен у друзей Булгакова, Каморских. И о них я хотела бы вам рассказать дальше. Вот этот экспонат очень интересный, на мой взгляд. Это список жильцов 1921 года. Людей, которые жили в доме 12 в Малом Козехинском переулке. И нас с вами тут интересует квартира номер 12, в которой жили три человека. Это Владимир Евгеньевич Каморский, его жена Зинаида Васильевна Каморская. И третий человек Мария Алексеевна Сидорова, это домработница их. Мы с вами можем посмотреть и увидеть, что в других квартирах этого дома жило очень много человек. Например, в квартире номер 10 жили аж семеро. И в других квартирах тоже было много людей, квартиры явно уплотняли, но только не Каморских. И вот тут у нас с вами есть фотография этого дома. Он до сих пор стоит в Малом Козехинском, на Патриарших прудах. Вы можете, когда закончится карантин, сходить, погулять, посмотреть на этот дом и на эти окна. Почему так интересен Каморский? Булгаков и о нем тоже написал фильетон. Во-первых, Булгаков, живя в коммунальной квартире дома 10, не мог приглашать к себе друзей. Ему немыслимо было просто, что он возьмет и пригласит к себе в гости Алексея Толстого. Конечно, он не мог никого здесь принимать, поэтому он предложил Владимиру Евгению Чукоморскому провести вечер, посвященный Алексею Толстому, именно у него дома в четырех комнатах. И Каморский согласился, потому что он был известным юристом и юристом по как раз жилищному праву. Может быть, поэтому ему удалось отстоять свою квартиру и не допустить уплотнения. Он согласился сразу. И вот здесь, в этом телефоне, есть воспоминания Владимира Каморского о том, как это все происходило и о том, как Булгаков не любил свою квартиру в доме Пегита. Пегит был табачным фабрикантом, который этот дом построил, поэтому никто не говорил дом 10 на Большой Садовой, говорили дом Пегита. И Каморский говорил, что Булгаков с удовольствием приходил к ним домой позавтракать, повидаться, поболтать. Но когда Каморского расспрашивали о том, это уже 70-е годы, ну а что же, о чем вы говорили с Булгаковым? Владимир Евгеньевич сказал, ну я же не знал, что он будет большим писателем. Если бы я знал, то я бы все записал. Я не помню. Но тем не менее, какие-то детали сохранились. И здесь же есть воспоминания Татьяны Лаппа о том, как она была хозяйкой вечера, посвященного Алексею Толстому, потому что Зинаида Каморская свалилась с какой-то простуды и ей пришлось занимать гостей. Можно послушать, о чем она вспоминает. Алексей Толстой сразу какое-то произвел впечатление на Булгакова, что он все время с ним встречался и Булгаков заявил, что я хочу устроить вечер. Он спросил Каморского, как он. Ну, Каморский вообще любил все сидать. Любил компанию, увидеть, посидеть в своем жизни. Он говорит, что ну пожалуйста, устраивайте, Михаил Фанасьевич. А Владимир Каморский вообще любил все. Любил его посчитать, всякие новые вещи. И всегда он очень такой... Вот здесь напечатан фельдетон Булгакова «Москва 20-х годов», который называется «О хорошей жизни». Это вторая часть. В первой части фельдетона Булгаков описывает вот все эти ужасы, которые мы с вами прошли. Алкоголизм, тесные картонки, какие-то конурки, которые не приспособлены вообще для жилья. И вторую часть своего фельдетона Булгаков озаглавил о хорошей жизни. И рассказал в этом фельдетоне как раз о тех, кто жил в это время хорошо. И Каморские оказались тут, конечно, главными героями. Булгаков даже не стал менять их имена в фельдетоне, а прям так и написал. И Зина рассказала, жена Каморского, что однажды на грузовике приехал какой-то и привез бумажку «Вытряхайтесь». А она взяла и не вытряхнулась. «Ах, Зина, Зина, не будь ты замужем, я бы женился на тебе. Женился бы, как бог связ. И женился бы за телефончик, и за винты газовой плиты, и никакими силами меня не выдрали бы из квартиры. Зина, ты орел, а не женщина». И надо сказать, что Булгаков действительно ценил и понимал, каких усилий Каморским стоило сохранить квартиру. И что Зина, в общем, действительно была орел, а не женщина. Экспонат, который знаком, я думаю, многим любителям Булгакова. Это журнал «Москва». 11 номер за 1966 год и первый номер за 1967 год. Первая публикация романа «Мастер и Маргарита» в СССР. Собственно, публикация, с которой началась легендарная слава квартиры номер 50 в доме 10 на Большой Садовой. И куда началось паломничество поклонников Булгакова уже с этого времени. Как вы помните, в этом романе появился важный герой Аннушка Чума, из-за которой погиб Берлиоз, и который потом еще несколько раз появляется в романе. Прототипом Аннушки стала соседка Булгакова Анна Федоровна Горячева. И сейчас я вас приглашаю ознакомиться с соседями Булгакова. В 1924 году с Булгаковым в одной квартире проживали еще 16 человек. В рассказе «Три вида свинства» Булгаков пишет «У Болдиных получка, сказала Дуська и заперла дверь на ключ. Заперся наглухо квартхоз, пекарь Володя и Павловна мамаша». Удивительно, но все эти герои, которые упоминаются у Булгакова, реальные люди. У них у всех есть реальные прототипы. Это соседи Булгакова. Самыми-самыми невыносимыми и ужасными для Булгакова были две семьи. Чаще всего они встречаются в его рассказах. Это семья Горячевых. Анна Федоровна Горячева, 53 года, состоит на иждивении у своего мужа, который жил в другой квартире, не с ней. И вместе с ней жили еще дочь Евдокия, та самая Дуся, которая сказала, что у Болдиных получка и заперла дверь. И Михаил Николаевич Горячев, сын Анны Федоровны. Именно Анна Федоровна стала прототипом Аннушки Чумы. Именно она больше всего досаждала Булгакову. Здесь есть фотография Дуси Горячевой и ее мужа Виктора. Какое-то время они жили вместе с Булгаковым. И кроме романа «Мастер и Маргарита» Анна Федоровна появляется еще в рассказе номер 13 «Дом Альпитера Абкамуна», который заканчивается пожаром, как и роман «Мастер и Маргарита». И причиной этого пожара была Аннушка Чума. Вторая семья, которую Булгаков запечатлел в фельдетонах навсегда, и благодаря которой мы, собственно, эту семью и знаем, это семья Болтарев, Василий Иванович Болтарев и Екатерина Ивановна, его жена. Самый запойный пьяница в квартире, вот у нас цитата есть из Булгакова, Василий Иванович после слов председателя вооружился кухонным ножом, чтобы резать Катерину Ивановну. Опять все реальные соседи перекочевали в прозу Булгакова, даже без изменения имен. Вот эти две семьи – самые частые гости в фельдетонах Булгакова. Но, по счастью для Булгакова, здесь жили не только алкоголики и дебоширы, были и вполне приличные люди. Они как раз не попали в фельдетоны Булгакова, потому что ему нечего было описывать, они не пили, не дрались. Но мы кое-что о них знаем. И вот одна из этих семей – это семья Кузнецовых. Иван Макарович, его жена Наталья Васильевна и их двое детей жили в этой квартире – Маргарита и Тамара. Маргарита родилась в 1921 году, Тамара в 1924. Как вы видите, семья была не пролетарская, хотя и не интеллигентская тоже. Наталья Васильевна работала на телефонной станции, Иван Макарович работал в магазине, и через несколько лет он дослужился до директора магазина, хотя начинал с помощника-приказчика в лавке, то есть с самых-самых низов, и постепенно получил хорошую должность. Здесь дети, снятые во дворе дома 10. Видно, что тут есть фонтан с двумя скульптурами, сейчас его уже нет, к сожалению, но на фотографиях он остался. И Тамара Кузнецова вот здесь в шляпке и в пальто с красивыми такими пуговицами. Сам Булгаков жил ровно напротив кухни. Вот здесь у нас есть небольшой такой же профайл. Профайл Булгаков за письменным столом. Скорее всего, сняты фотографии в этом доме. Жена Татьяны Николаевны Лаппы, это первая жена Булгакова, которая вместе с ним провела самые жуткие годы в Москве на Большой Садовой, вот в этой комнате Булгакова. Я вас приглашаю пройти со мной. Вот здесь, в этой комнате Булгаков написал повести и рассказы своих 20-х годов. Именно здесь была написана повесть «Роковые яйца», повесть «Дивалиада». Здесь он написал роман «Белая гвардия». Друг Булгакова Юрий Слезкин, выставка, посвященная Слезкину, проходит тоже у нас в музее, вспоминал, что когда он навестил Михаила Булгакова вот здесь, в этой комнате, он увидел, что на стене у Булгакова много газетных вырезок, каких-то реклам, каких-то смешных объявлений. Он любил вешать на стены разные курьезные заметки. И здесь, на этой стене, мы решили поместить тоже такие газетные страницы, вырезки из газет начала 20-х годов, которые читал Булгаков. И он не просто читал газеты, он внимательно читал новости, связанные с политикой, с курсом рубля, не менее актуальным для нас сейчас, как и тогда для Булгакова, с катастрофами и происшествиями, которые происходили в Москве и во всем мире. И мы знаем, какие отдельные заметки наиболее интересовали Булгакова, мы их подчеркнули красным карандашом. Например, ужасная катастрофа в Японии. Погибло 3 миллиона человек. Или уже про Москву. Катастрофа на неглинном проезде. Взрыв в охотничьем магазине. Свыше 30 пострадавших. Причина взрыва чёрного пороха. Болезнь товарища Троцкого, пожалуйста, политика. Это всё создавало фон, воздух эпохи, который Булгаков потом сгущал, концентрировал в своих филетонах и рассказах. Но я хотела обратить ваше внимание и рассказать вам о двух книжках. Вот это журнал «Русский современник». Довольно редкое издание. Всего вышло 4 номера, потому что журнал был закрыт. И этот журнал нам важен и интересен потому, что Булгаков отнёс сюда отрывок из романа «Белая гвардия», который он написал прямо здесь, и получил отказ. Булгаков надеялся, что роман будет напечатан в России. Но в итоге несколько редакций ему отказали, потому что считали, что роман не пройдёт цензуру. Роман, в котором в положительных тонах изображена жизнь белогвардейской семьи, уже был невозможен в середине 20-х годов. И это один из тех журналов, кто отказался взять у Булгакова роман, который он считал одним из лучших своих вещей. А вот это интересный сборник. Издательство «Недра», 25-й год. И на обложке можно увидеть написано «М. Булгаков. Роковые яйца. Повесть». Это повесть, которая была опубликована издателем Булгакова Николаем Ангарским. И он мог издавать Булгакова. И, собственно, вот эта книжка «Недра» тоже Ангарский, тоже Булгаков. Повесть Дивляда. И смог он сделать это потому, что у него были высокие связи на самом политическом Олимпе. Он, когда главлит, когда цензура запрещала то или иное произведение, которое он очень хотел напечатать, обращался напрямую к Каменеву. Или ещё выше. И волшебным образом ему разрешали печатать произведение. Только поэтому он смог напечатать Булгакова. И надо сказать, что повесть «Роковые яйца», напечатанная Ангарским, с одной стороны, стала бестселлером. И Ангарский, как издатель, который существовал без субсидий, которому было важно, чтобы его издательство окупалось, прекрасно понимал, что и «Собачье сердце», и «Роковые яйца», и «Дивляда» это бестселлеры, которые будут востребованы читателями. С другой стороны, только он смог напечатать, потому что даже публикация «Роковых яиц» вызвала невероятное негодование общественности пролетарской. Например, один из доносчиков ВГПУ, мы не знаем его имени, но он написал на Булгакова донос. И в этом доносе он, в частности, писал «Можно только удивляться долготерпимости и терпению советской власти, которая позволяет распространять книгу «Роковые яйца». «Там есть», продолжает этот доносчик, «подлое место». «Злобный кивок в сторону покойного товарища Ленина, что жаба лежит на столе, и даже после смерти у нее осталось на лице злобное выражение». «Удивительно, как эта книга свободно гуляет по стране». Ее читают за поем. Особенно популярен Булгаков у молодежи, пишет этот доносчик. И надо сказать, что это ужасно, конечно, с одной стороны, дикий и абсурдный отзыв, что действительно у Булгакова упоминается жаба, которая лежит на столе, но что эта повесть читалась как пасквиль на советскую власть, что там изображен Ленин, и что те самые гады страшные, которые идут на Москву, все эти змеи и крокодилы, что это на самом деле красные большевики, которые хотят сожрать Россию, и морозы, которые ударили в августе и спасли Россию от всех этих ползучих гадов, что это белогвардейцы, которые на самом деле освободят Россию. И такая интерпретация повести была очень устойчивой. То есть, с одной стороны, повесть читали за поем, и Булгаков был очень популярным писателем, а с другой стороны, его репутация как антисоветского писателя только укреплялась. Я думаю, что здесь мы с вами остановимся, можно много всего рассматривать, но мне было важно рассказать вам об этих двух экспонатах, важных и для биографии Булгакова, и для этого дома. И я приглашаю вас дальше пройти в коридор. Есть еще два интересных имени. Здесь, в квартире номер 33, в квартире этого дома жил Николай Зотикович Раев. Собственно, он был председателем, жил товарищества дома 10 на Большой Садовой. И я думаю, что он послужил прототипом несчастного Никанора Ивановича Басова, который пострадал от нечистой силы. Почему я так решила? Сохранились материалы, заметка из газеты «Известия», которую Булгаков читал каждый день, и «Известия» были его основным источником информации, о том, что в 1925 году Николай Зотикович Раев, который испортил много крови Булгакова, который отказывался его прописывать, угрожал выкинуть из квартиры и считал, что Булгаков тут живет на птичьих правах. Так вот, Булгаков в 1925 году с удовлетворением мог прочитать, что Николай Зотикович Раев под судом за взятку. И, конечно, тут мы не можем не вспомнить о судьбе Никанора Ивановича Басова, который получил взятку за то, чтобы здесь поселился Воланд. Вторая интересная семья – это семья Никитушкиных. Алексей Дмитриевич и его брат Анисим Дмитриевич Никитушкина приехали после революции в Россию, и кто-то из них, мы не знаем кто, стал прототипом Глеба Нилушкина в рассказе Булгакова «Номер 13. Дом ирпит раб коммуна». По-видимому, я думаю, что это был Алексей Дмитриевич, который был арестован в царское время, выслан из Москвы за то, что он призывал к забастовке рабочих, и смог вернуться только уже после революции, когда запрет на его проживание в столице был снят. И он поселился здесь, в этом доме на Большой Садовой 10. Мы с вами подходим к концу выставки, и такая финальная точка, или многоточие, кому как, это квартира Булгакова на Большой Пироговской улице, дом 35А. Булгаков переехал в эту квартиру в 1927 году, когда, наконец, гонорары от пьесы «Дни турбиных», которая шла во Мхате, позволили ему больше не связываться с коммунальными квартирами и коммунальными комнатами, и позволили ему арендовать первую свою собственную квартиру. И, собственно, на Большой Пироговской улице 35А у Булгакова появился свой первый рабочий кабинет, о котором он очень долго мечтал. И на этом квартирный вопрос для Булгакова временно был закрыт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова